В Карагандинской области уже несколько дней идет активный прирост заболевших. Ежедневно больше 200 новых заразившихся. На карантин в регионе закрыты сразу 16 школ и 125 классов. Непростая ситуация сейчас в Павлодарской, Мангистауской, Жамбылской областях. Там тоже фиксируют всплеск заболевших. Предлагаю переместиться в регионы и узнать от наших собственных корреспондентов на местах полную картину. Павлодарская область вошла в желтую зону и у нас снова ужесточили карантин. В регионе в очередной раз закрывают детские игровые центры. Запрещена работа компьютерных клубов, бильярдных и букмекерских контор. Новое постановление накануне подписал главный санитарный врач региона. Больше недели медики наблюдали за ситуацией, но она не улучшилась. А еще по выходным перестанут работать сауны. В мечетях, церквях и синагогах опять нельзя проводить массовые мероприятия. Под запретом проведения поминок закрываются банкетные залы. Правда, детских садов и школ ужесточение карантина пока не коснулось. Согласно дисплееринским критериям ограничения работ социально-значальных объектов, в желтой и зеленой зоне объекты образования не расстаются в очном режиме. То есть без изменений. В случае, если в красной зоне, тогда уже на дистанционном полноморучении будет переводиться. Павлодарская область находилась в зеленой зоне больше 20 дней. Неделю назад мы ее покинули. Организации офиса обязаны отправить половину сотрудников на удаленный режим работы. Разрешено проводить спортивные мероприятия, но только без зрителей. Кинотеатры должны сократить количество посетителей в 4 раза. По-прежнему разрешены междугородние рейсы. Перед началом дачного сезона общественный транспорт будет курсировать по обычному графику. Однако специалисты предупреждают, ситуация с COVID-19 в регионе остается неустойчивой. И может измениться в любой момент. За минувшие сутки коронавирус в регионе выявили у 57 человек. Теперь на запад страны. Узнаем, что там. В Ангастаутской области на карантин закрыли сразу три школы. В двух из них коронавирус подтвердился у учителей, в третий – у директора. После того, как все контактные лица сдали ПЦР-тест, заболевание выявили еще и у нескольких педагогов. В итоге приняли решение отправить всех на дистанционное обучение. С четвертой четверти в регионе уже 29 классов находятся на карантине. В них тоже заболели учителя. Специалисты сообщают, что пока в Мангастау нет ни одного факта заражения учащихся. Все 144 ребенка, которые перенесли коронавирус с начала года, заболели, обучаясь на дому. До этого времени ни одного случая не зарегистрировано зараженных в школах. В школах соблюдается санитарное требование. Чужих людей не пускают в школу, родители не пускают. При входе проверяется температура. Санитайзеры у всех есть. Классы кварцуются. Дети сидят в школе от силы 2-2,5 часа. Сейчас в Мангастауской области в школы ходят 94% учащихся. В регионе действует комбинированный формат обучения. То есть треть предметов в онлайн формате, все остальные в учебных заведениях. В случае, если родители категорически против посещения школы, для их ребенка, говорят, могут организовать дистанционные занятия. Отправлять ли целый класс на карантин или школу, решают местные санэпидемиологи. В зависимости от того, насколько много было контактировавших с зараженным людей. Но, как говорят специалисты, даже если заболел всего один педагог, его класс однозначно сразу ждет карантин. Далее на юг страны. Как обстановка там? Жамбылская область уже третий день в желтой зоне. У нас только за последние сутки выявили более 50 зараженных. Среди них есть и дети. Эпидемиологи боятся, что это еще не предел. И предполагают, рост вызвали мартовские праздники. Жители перестали вообще соблюдать санитарные требования. Очень много нарушений масочного режима, дистанционного режима. Не прекращаются празднования той вот этих юбилеев. С 1 апреля по 12 апреля среди учащихся заболели 29 школьников. В большем количестве выявлены они как контактные. То есть заболели родственники. Эпидемиологи уверены, большая часть школьников заразилась вне учебных заведений. Об этом твердят и директора школ. Объясняя, санитарные нормы там соблюдают как никогда. Но многие родители уже подумывают вернуть детей на дистанционное обучение. Бьют тревогу и медики скорой помощи. Там только за последние сутки более 100 вызовов к больным с подозрением на коронавирус и пневмонию. Несмотря на усиление карантина, в регионе не прекращаются посиделки в кафе и ресторанах. Причем некоторые заведения уже считаются злостными нарушителями. Борьба с таковыми не заканчивается даже после решения суда. Хозяева открывают новое ИП и работают дальше. Сможет ли регион при таком положении дел вернуться в зеленую зону или провалиться в красную, покажет время. Это была картина пандемии в казахстанских регионах. Глазами наших СОПКОРов идем дальше.